всем привет меня зовут наталья вы находитесь на моем канале все в жизни связано девочки очень часто мне в вопросах поступают точнее в комментариях поступают вопросы как проводить в это того или иного изделия с разным составом пряжи и вот я решила снять цикл таких видео полезных для тех кто только начинает свой путь увязание у кого недостаточно опыта кто не знает как правильно проводить в это для той или иной пряжи вот я хочу вам немножко показать как это делаю я это конечно такой мой чисто субъективный опыт потому что все вяжут из разных видов пряжи я буду рассказывать и показывать именно из тех из той пряжи из которой которую использую я в своей работе конечно если следовать всем правилам то для начала нужно вязать из каждой пряжи образец и затем его на проводить ему в это для того чтобы видеть как меняется пряжа после стирки то ли она растягивается то ли она садится то ли она не меняет свои размеры как распушивается тот или иной вид пряжи для этого для после этого вы сможете правильно подобрать размер спиц для того чтобы полотно не было слишком забито или слишком такой свободное и растянутая значит первый первое видео моё на данную тему будет следующим значит и я связала вот такую косынку из ангоры значит ангора у меня бобинная китайская у нее в составе идет определенный процент ангоры и определенный процент нейлона она может быть разная ангора 50 60 70 и так далее и но это не имеет значения если в составе есть нейлон то на мою на моё субъективное мнение по моему субъективному мнению с этой пряжи ничего не происходит она не сбивается она не садится она не растягивается она имеет тот же вид после вто точнее те же размеры после этого единственное что меняется это конечно же ее пушистость потому что пряжа вся которая бобинная она вся идет в пропитке для того чтобы она раньше времени не пушилась не портилась нить в процессе хранения и для того чтобы не заводилась в ней моль и всякие разные грызуны значит это ангора именно китайская я не беру итальянскую беджуль модеста там мало французская и так далее я именно сейчас рассказываю про китайскую ангору потому что ангора более дорогая которая идет итальянского производства французского и так далее она более нежная более деликатная и там требуется другой подход подход значит что я буду делать с этой косынкой косынка у меня только связано она еще не стирана она еще практически не пушистая вот только начали появляться волоски которые были в процессе вязания там выбивались и сейчас я буду проводить в это именно с этим изделием и так девочки набираем емкость воды температура примерно 40 градусов для именно для этой ангоры подчеркиваю она позволительная эта температура должна должна быть вода теплая для того чтобы она могла вот эту пропитку всю снять с ангоры значит используем моющее средство жидкое для точнее не моющая для стирки шерсти либо шампунь и окунаем и замачиваем наше изделие где-то примерно на 15-20 минут чтоб она хорошенько у нас промокла и чтобы отошла пропитка замачиваем и оставляем если вы соединяете в изделии несколько цветов то есть изделие у вас не одноцветное а разноцветное обязательно здесь уже точно сто процентов обязательно нужно вязать образец и стирать для того чтобы посмотреть красится ли тот или иной цвет отдает ли он свою краску потому что я сталкивалась с многими цветами в изделии которые очень сильно отдают краску и тогда нужно смотреть стоит ли соединять это изделие если все же решили соединить то замачивать не нужно даже нельзя а когда вы намочили изделие быстренько его руками хорошенько прополоснуть и отжать для того чтобы краска не расползлась на другие цвета но у меня вот здесь все нормально у меня вот соединение такого на темно зеленого ближе к такому хвоя или хаки оттенок и бежевые оттенки то слишком цвет не отдает вот нормально все получается после того как изделие у вас полежала в воде размокла разбухла мы начинаем мне сейчас неудобно у меня одна рука а вы двумя руками хорошенько его таким образом жмем для того чтобы лишнюю пропитку все же снять и чтобы нашим наш пух именно ангоры вышел и распушился некоторых изделиях особенно если вяжется она на более тонких спицах и более плотное и взбитое полотно мне в некоторых случаях такую процедуру нужно будет повторить два а то и три раза для того чтобы выпустить пух наружу и очень красиво распушилась изделие и так я спустила воду и решила еще раз повторить процедуру я не знаю видно или нет но уже начинает пух очень красиво выбиваться я решила повторить процедуру еще раз сейчас я снова наберу воду с моющим средством снова оставлю на некоторое время и и так после того как второй раз хорошенько на простиранули берем и отжимаем комком не перекручивая изделие комком значит это я говорю для тех кто будет полоскать и отжимать в стиральной машине я например именно эту ангору полощу и отжимая в стиральной машине но я не могу рекомендовать это делать всем потому что стиральная машина у всех разные у них разные мощности они разного поколения и возможно чья то не подойдет машина она не такая щадящая как машины уже более современные более нового поколения поэтому те кто боятся и не рискуют вы просто полоскаете в таком же такой же температуре воды ваше изделие и точно также комком хорошенько отжимаете его а те кто будут полоскать и отжимать в стиральной машине вы просто стираете комочком лишнюю воду слили и сейчас я буду закладывать ее стиральную машину девочки какой нюанс нужно учесть если вы будете в стиральной машине полоскать и отжимать значит мы с вами стирали в довольно таки теплой воде а машина полощет мы будем выбирать функцию полоскание и отжим а машина полощет в холодной воде так вот для всех шерстяных изделий очень опасно это смена температуры если у нас была гать теплая вода а будет сразу сейчас она окунется в холодную воду может изделие сбиться или сесть поэтому мы нашему изделию просто даем остыть вот она остывает до комнатной температуры и только потом мы с вами закладываем изделие в стиральную машину и так кладем в стиральную машину и выбираем необходимые программы именно мне нужно полоскание и отжим так и мне нужно выбрать на каких оборотах 1000 для меня многовато я выбираю 800 оборотов и так полоскание джипом 800 оборотов все и теперь она пола получится у нас и будет отжиматься и так девочки после того как достали со стиралки или кто будет руками вручную стирать после того как вы отжали нужно хорошенько ее струсить чтобы лишний пух облетел хорошо хорошо он еще тогда не только лишний облетит но этот выравняется который распушился и что мы делаем дальше теперь нам нужно разложить ее таким образом чтобы наш треугольничек был очень красивый с ровными краями значит нам нужно вот вот эти стороны потянуть хорошенько чтобы они разровнялись чтобы они не были зажаты вот так и с одной стороны и с другой стороны пока она влажная хорошенько потянуть стороны а потом на полу или на столе у кого большой стол позволяет это хорошенько разложить чтобы ровные были края со всех сторон потому что как она высохнет такая вот такую форму и примет косынка сейчас я разложу и покажу вам и так вот я разложила ее это у меня на сушилке она лежит на полотенце вы можете на полу если нет такой возможности вот эти вот края аккуратно чтобы они вот такой у нас был ровный треугольничек нигде ничего не заворачивалась и тогда она высохнет и будет иметь красивую ровную форму и все высыхает в таком естественном положении в лежачем и можно еще потом когда уже косынка будет сухая можно будет щеточкой и и почесать пух чтобы еще красивее вышел наружу он тот который не вышел сейчас у меня заливает солнцем плохо видно не знаю вот здесь посмотрите вот красиво по выходил высохнет будет еще красивее потом почешем будет вообще огонь все кому понравилось это видео кому она оказалась полезной подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и жмите колокольчик чтобы не пропустить следующие видео у меня в планах еще помимо вязания помимо мастер-классов будет еще такое тоже познавательное видео как вязать махер а также вязать простите как стирать изделие с мохера потому что очень много сейчас вяжет паутинок девочки и просто свитеров из мохера и которые пряжи у меня будут встречаться те и буду показывать и рассказывать ну а на сегодня у меня все всем пока